Бисм partido и славы. Blvdrahman. Д pueblo. Боже мой,itteUNDэ. Очень много хадисов sürs ft, которые указывают нам на.... на великое, великое положение этого месяца. И поставить оно... Мы упомянем один хадис, и пусть этот хадис, он будет в нашей памяти на протяжении всего месяца, всего нашего поста, хадис, который привел в Термидзи, привел в Нумаджа. Хадис, Атабу Хурейли, Раду Аллаху Талам, что пророк, алейхи салатул Салам сказал, «Иذا كانت أول ليلة من Рамадан, сфдет الشياطин, ومرضة الجин, وغلقت أبواب الناр, فلم يفتح منها باق, وفتحت أبواب الجنة, فلم يغلق منها باق, ونادم نادٍ يا باغي الخير أقبل, ويا باغي الشر أقصر, ولله عتقاب من النار, وذلك في كل ليلة». Говорит, баслайн каллаху салуаллаху алейхи салам, тогда наступает первая ночь Рамадана. Первая ночь Рамадана, заковываются в цепи, заковываются шейпаны и буйные джины. И закрываются врата ада, и не открывается ни одна из дверей ада. И открываются двери рая, и не закрывается ни одна из них. И взывает глошатый, взывающий, взывает, я баги ал-хаир, о желающий блага, устремись. Я баги ал-хаир, о желающий зла, воздержись. И у Аллаха есть те, кого он освобождает от огня, ртака. И это происходит каждую ночь, каждую ночь. Задумайтесь об этом хадисе. Великий хадис, который указывает на великое положение, достоинство Рамадана и на те великие особенности, которыми Аллах наделил этот месяц. Шайтаны заковываются в цепи. Буйные, бурные, наиболее непокорные шайтаны, Аллах, Субханава Тааля, заковывают их. Закрываются двери ада, открываются двери рая. Открываются двери рая. Открываются двери блага. Верующие люди, праведные люди, которые соревнуются друг с другом, стремятся опередить друг друга, на пути к довольству Аллах, Субханава Тааля. Это для них благая вещь. Открываются двери рая. Закрываются двери ада, и поэтому стремятся верующие в этот месяц как можно меньше совершить, допустить каких-то оплошностей, какое-то ослушание в отношении Аллах, Субханава Тааля. Посмотрите, шайтаны, они сбивают человека, слути Аллах, Субханава Тааля. Они отвращают человека от религии Аллах, Субханава Тааля. Все делают, чтобы сбить человека. И Аллах, по милости своей, оказал нам помощь в этом месяце. Сковав их, они скованы в этом месяце. Они не могут в этом месяце сделать то, что делают обычным. То, что им удается сделать обычным, в этом месяце у них не получается. Далее, задумайся как следует, только глубоко задумайся о других словах в этом хадисе, что взывает глашатый. И это происходит каждую ночь Рамадана. Каждую ночь Рамадана. О желающий, благо, устремись вперед. О желающий зла, воздержись. Каждую ночь Рамадана. Да, и глашатый взывает, обращается к нам с этим воззванием. Слышим мы это воззвание? Нет, мы не слышим это воззвание. Мы не слышим это воззвание. Но мы убеждены. И мы ничуть не сомневаемся в том, что это так и есть. Взывает глашатый. Почему? Потому что об этом сообщил нам посланник Аллаха, который не говорит по пристрастии. Который никогда не говорит неправду. Посланник Аллаха, которому мы верим, больше, чем верим своим глазам или своим ушам. Он говорит о том, что взывает глашатый. В одной из версий Хариса сказано, что это ангел. Один из ангелов, Аллах Субхану Ва Тааля, каждую ночь Рамадана, обращается с этими словами. О желающий добро, совершить благо, устремись сейчас. Ты хочешь совершить благо, вот сейчас возможность. Сейчас как раз то время, когда можно сделать мало, а взять много. Наград за это. Ты, который хочешь совершить что-то неугодное, Аллах Субхану Ва Тааля, какое-то зло. Но воздержись, потому что это время не до совершения зла. Это время для покаяния, для Таубы. Посмотрите, тысячи, сотни, тысяч, миллионы, миллиарды людей живут сейчас. Вместе с вами ходят по этой планете. Миллиарды людей, сердца их делятся на два вида. Столько людей, а сердец два вида. Все они поделены на две группы. Первое. Какое сердце? Сердце, которое хочет благо, которое стремится к добру. К нему, к этому сердцу обращено. Первое воззвание. Я, Бабер, Хайри, Ахбер. О желающий блага, устремись вперед. Ты сейчас находишься в этом периоде. Периода Хайра, то есть периода благодати, Аллах Субхану Ва Тааля. Это время, когда нужно соревноваться друг с другом и взяться очень серьезно и усердно за выполнение богоугодных деяний. Это время активности. То есть ты должен быть сейчас, как никогда, активный в совершении благого. Это другое сердце. Второе сердце. Сердце, которое полно страстей и желаний запретных, которое хочет совершить что-то плохое. В нем бурлят эти страсти в этом сердце. К нему второе обращение. Я, Бабер, Ящер, от всего, которое желает зла, воздержись. Откажись от этого. Откажись от всех путей, которые ведут козлу. Если ты в этом месяце не можешь совершить много благих деяний, но, по крайней мере, по крайней мере, выполни вторую часть этого обращения. По крайней мере, поставь преграду перед твоим нафсом, чтобы не попасть в то, что запретил Аллах, Субханава Таалу. Я, Бабер, Ящер, Абсер. Каждую ночь вот это вот воззвание к нам. И, соответственно, люди отвечают на это воззвание. Соответственно, нужно подумать и разъяснить. А как же отвечают люди? Есть зов к благому, есть предостережение от чего? Предостережение от злого. Положение людей каково? И здесь люди тоже делятся на две части. Первая часть людей, которым помогает Аллах, Субханава Таалу. Аллах, Субханава Таалу, дает им свою поддержку и направляет их к благому в этом месяце. Они слушают этот призыв, и они идут к благому, и они слушают этот призыв и отказываются от того, что запретил Аллах, Субханава Таалу. Мы видим, что в этом месяце они постятся, и постится их язык, и постится их ухо, слух их, и постятся его глаза. Человек, который посвятил этот месяц своему Господу, это человек, который ответил на этот призыв. Другой вид людей, которые являются пленниками своих душ, своих нафсов, своих страстей. Они, которые беспечны к Аллаху Субханава Таалу, это великое бедствие. Это страшное бедствие. В это благословенное время, такое превосходное время, сердце, которое мертво, сердце, которое не приходит в движение, не устремляется к Аллаху Субханава Таалу, наоборот, погрызает во зле. Сколько призывов, сколько призывов, сколько зовущих козлу верующий должен быть на стороже. Потому что в этом месяце, разве исчезли телевизионные каналы, разве исчезли различные сайты, из которых человек не получит никакой пользы, соцсети, откуда не извлечет человек пользы, а извлечет только зло. Разве все это исчезло? Нет. И со всех этих мест, из экранов телевизора, с этих каналов, из этих сайтов, что слышит человек? Слышит человек, призывов, к плохому. Поэтому их цель завлечь беспечных мусульман, заманить их в свои сети и отвлечь их, вернув их вот в пустоделие и в развлечение. Этот месяц пройдет у него в развлечении. Как может мусульманин, посмотрите, который целый день постился, ради Аллаху Субханава Таалу, совершил такое поклонение, сделать ифтар свой посредством греха. Постился днем, а ночью смотришь он за телевизором, он просматривает какие-то фильмы, или он чего-то читает, что не нужно совершенно читать. Вот эти вот вещи, эти фильмы, которые ты смотришь, что ты там просматриваешь или что ты там читаешь. Эти вещи, ну, просто ответь самому себе. Они побуждают тебя выставить намаз ночью, они побуждают тебя читать Кур'ан, изучать книгу Аллаху Субханава Таалу, они тебя побуждают поклонности Аллаху Субханава Таалу. Нет, они же наоборот в твоем сердце рождают только любовь к плохому, только порчу и только беспечность. Только беспечность. Другая категория людей в этом месяце, не дай Аллах нам оказаться в числе этих, которые проводят Рамадан ночи, иногда и дни, в чем? Потому что, ну, некоторые только ночи, днем они говорят, мы постимся, а ночи почему-то у них начинается раздавление о тем вот этих вещей. Каких вещей? Некоторые днем делают это, что виба, виба это страшная болезнь, злословить о своих братьях мусульманах. Или заниматься сплетнями, переносом разговоров, или издеваться над кем-то, насмеиваться над кем-то. Вот эти вот прекрасные времена, вот этот великий сезон, дар Аллаху Субханава Таалу, он напрасно растрачится. Напрасно растрачится. Другая категория людей также существует, которая, что она делает? Занимается разными играми. Компьютерные игры, это бедствие сегодня. На самом деле это бедствие. Особенно в такой месяц. Как ты упускаешь этот шанс? Ты занят тем, что ты клацаешь, сидишь и что-то пытаешься добиться, победить чего-то там в каком-то виртуальном мире, что достиг успеха в виртуальном мире, когда тебе нужно думать о том, что скоро тебе реально придется отвечать за свои деяния перед Аллахом Субханава Таалем. Разве так проводится Рамадан, а разве так проводится ночь Рамадана? Поэтому каждый раз, каждый раз, у рабы Аллах, пусть в ваших рассудках, в вашей памяти воспроизводятся эти слова. Прокручивайте все время эти слова. Какие слова? О желающий блага, устремись вперед. О желающий зла, откажись от зла, воздержись. И чем заканчивается этот хадис? Говорит пророк Алиса Атолу Салам. И у Аллаха есть те, кого он освобождает от огня. И это каждую ночь. А в другом хадисе, который передо мной, тоже от Абу Гурейры, сказано Поистине Аллах, каждый ифтар, то есть каждое разговление, когда ты разговляешься, есть те, кого он освобождает от адского огня. Задумайся. Задумайся, это наставит тебя Аллах. Каждый ифтар, когда ты разговляешься, после вот этого великого поклонения поста, особенно в эти летние дни, служения Аллах Субхану Аталя, вспомни, что Аллах Субхану Аталя освобождает в это время, во время ифтара, во время фетра от огня людей. Людей от адского огня. И это каждую ночь. Представьте себе человека, которому суждено оказаться узником в страшной темнице, в страшной тюрьме, где будут его мучить, где будут его пытать, где представят его муки долгие. И вдруг он получает помилование. Вдруг ему говорят, что он помилован, и все, не будет ему этого наказания. Представьте себе его радость. А сейчас речь не идет о помиловании от тюрьмы. Речь идет о помиловании, о освобождении от ада. Аллах Субхану Аталя освобождает твою шею от ада, от огня, от мучений, от страданий неизбывных и неописуемых. Подумай, каждый раз верующий человек, когда он услышит такие слова, он в сердце переполнится желанием оказаться в числе этих людей, кого освободил Аллах Субхану Аталя. И не дай Аллах тебя оказаться в числе тех, которых не будет в этих списках. В списках освобожденных от адского огня. Это должно разбудить в наших сердцах огромное стремление и жажду получить вот это помилование от Аллаха Субхану Аталя. И мы говорим, Аллаху ма атих, рикавана минаннар, у Аллах, освободи наши шеи от адского огня. Аллаху ма атих, рикавана минаннар, у Аллах, освободи наши шеи от адского огня. Аллаху ма атих, рикавана минаннар, у Аллах, защити нас от адского огня. Аллаху ма атих, рикавана минаннар, у Аллах, мы прибегаем к тебе. От ада и от того, что приближает к аду. И слов, и деяния. Рабба натина, фиддуния, хасана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok